В эфире новости Карелии, в студии Дарья Лопухина. Здравствуйте! Смотрите сегодня. Мы сюда приезжали в момент стройки. Было видно, что действительно строительство идет очень надежно, современно. В Сигежском районе Карелии завершена реконструкция Майгубского моста. Здесь смысл в том, что приезжают педагоги и наполняют конференцию содержанием сами. То есть каждый из них привозит свой опыт и проводит какой-то мастер-класс, тренинг и делится тем, что у него получается. Педагоги из 16 регионов приехали в Петрозаводск на уникальную конференцию по молодежному телевидению. Может научусь шить что-нибудь масштабное, не знаю, кофту себе сошью. В Петрозаводске в рамках проекта «Трудимся вместе» дети с особенностями здоровья и те, кто оказался в трудной жизненной ситуации, смогли получить первые профессиональные навыки. Реконструкция Майгубского моста в Сигежском районе Карелии завершена. Ремонт переправы стал финальным этапом масштабного проекта восстановления автодороги «Кола» на двоица Сигежа. Его качество оценил глава Карелии Артур Парфенчиков. На открытие обновленного моста побывал наш корреспондент Егор Буяла. Обновленный железобетонный мост над озером Выгозера стал крепче. У него три пролета, протяженность подрядчик увеличил на более чем 10 метров, а ширину с 8 до 11 метров. Модернизированная переправа рассчитана на долголетнюю службу и высокие нагрузки. Артур Парфенчиков отметил, условия для строительства такого сооружения в Сигежском районе непростые, но компания «Экспресс-строй» с работой справилась на ура. Отдельно хотел бы от всех, наверное, жителей Сигежского района, от себя лично, просто поблагодарить за прекрасную, качественную работу. Мы сюда приезжали в момент стройки. Было видно, что действительно строительство идет очень надежно, современно. Реконструкция Майгубского моста – финальный этап восстановления важной для арктической зоны Карелии автодороги Кола-Надвойцы-Сигежа. 30 километров трассы ранее отремонтировали в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», реализует в Карелии по поручению президента России. Приведение в порядок транспортной инфраструктуры придаст дополнительный импульс для социально-экономического развития как района, так и всей республики, в том числе Карельской арктической зоны. Только вперед! Сигежский район должен развиваться и быть в передовиках производства и всего прочего. Бизнес будем звать сюда. И давайте развивать малый бизнес, чтобы мы показали и доказали всем, что Сигежский район – самый лучший район, и самый красивый, и самый прекрасный. Поэтому я поздравляю вас всех с праздником! После церемонии награждения тех, кто восстанавливал Майгубский мост, по переправе торжественно были запущены первые грузовые автомобили. В Карелии в прошлом месяце годовая инфляция повысилась до 8%. В годовом выражении, то есть по сравнению с октябрем прошлого года, цены на товары стали расти быстрее практически во всех регионах страны, сообщили в отделении Банка России по республике Карелия. В сфере общепита Карелии повысились цены, и на это повлиял высокий спрос на услуги кафе и ресторанов. Также в связи с увеличением издержек производителей продуктов питания ускорился рост цен на свинину, мясо птицы, колбасные изделия и яйца. Российские птицеводы и животноводы больше тратили на приобретение импортных кормовых добавок, вакцин и оборудование. А вот в сегменте непродовольственных товаров и услуг рост цен уменьшился. В частности, дизельное топливо и бензин дорожали медленнее в октябре по сравнению с сентябрем. Этому способствовали меры по стабилизации топливного рынка и увеличению предложения. Что касается сферы услуг, то замедлился рост цен на зарубежные туры. Переориентация части туристов на зарубежное направление способствовала стабилизации спроса на внутренний туризм. По прогнозу Банка России по итогам этого года инфляция в стране составит 7-7,5%. В будущем году снизится до 4-4,5% и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%. Педагоги из 16 регионов приехали в Петрозаводск на уникальную конференцию по школьному телевидению. Это серия мастер-классов и тренингов от педагогов к педагогам. Каждый привез свой багаж знаний и с удовольствием им делятся. Чтобы учить детей быть журналистами, телеведущими, блогерами и ораторами, нужно и самому постоянно учиться. Пять, четыре, можно было дрожжи, три, два, один, сброс. Путь любого телекорреспондента начинается с упражнений для постановки голоса и дыхания. На мастер-классе по ораторскому искусству азы профессии повторяют педагоги медиаобразовательных организаций. Они приехали на конференцию по молодежному телевидению, которая проходит в Петрозаводске уже четвертый раз. Здесь каждый участник и ученик, и учитель. В этом ее уникальность. Иногда бывает смешно, когда профессиональные телевизионщики учат педагогов, как работать с детьми, они сами этого не умеют. Здесь смысл в том, что приезжают педагоги и наполняют конференцию содержанием сами. То есть каждый из них привозит свой опыт и проводит какой-то мастер-класс, тренинг, и делится тем, что у него получается. Конференция организована в рамках проекта «Энтузиасты школьного ТВ. Поддержка продолжается». Его финансирует фонд президентских грантов. Это позволяет привезти, поселить и накормить всех участников. В течение трех дней педагоги проходят мастер-классы по молодежному телевидению, публичным выступлениям, видеосъемке, монтажу и анимации. Медиасфера стремительно развивается, педагогам нужно идти в ногу со временем. Так все чаще используют возможности нейросетий. Такой мастер-класс тоже был. Многие ребята спят и видят себя различными блогерами и так далее. Но для того, чтобы каким-то образом успеть создать что-то такое интересное, то нужно иметь знания в том же дизайне, в том же виде обработки, звуковой обработки. Поэтому это, я думаю, им очень сильно пригодится. В другом классе учат мастерству стендапа. Это когда в телесюжете корреспондент появляется в кадре. Теория мастер-классов быстро сменяется практикой. Нам сейчас необходимо с коллегами самим создать стендап. Какой-нибудь оригинальный, креативный, естественно, оправданный. Ну и, собственно, показать его друг другу. А для нашего репортажа запишите стендап? Думаю, да. Конференция по школьному телевидению собрала медиа педагогов из 16 регионов нашей страны, в Северном Петрозаводске, где и встретила настоящая зима. Минус 10 градусов, и это в ноябре. Рад в такой погоде только специалист из города Кандалакши в Мурманской области, потому что это крайний север, и там сейчас минус 20. Илья Лопухин, Тамара Ветлова, Алексей Миронов, Служба новостей. Сегодня в День памяти Павла Аскаровича Коргана в 17 гимназии Петрозаводска торжественно открыли мемориальную доску. Этим учебным заведением он бессменно руководил почти 30 лет. И благодаря ему школа из обыкновенной восьмилетки стала одной из лучших в республике. Свою педагогическую работу Павел Аскарович начал в 1959 году, будучи еще студентом. Трудился в школах Карелии, среди которых были и школа рабочей молодежи, и Лахденпохская средняя школа. Спустя три года стал работать учителем физики, а позже был назначен директором средней школы номер 2 в городе Лахденпохе. Но способного педагога решили перевести на работу в Петрозаводск. Сначала на должность руководителя 40-й школы, а с 1967 года он стал первым директором школы номер 17 с углубленным изучением английского и финского языков. Лично я с Павел Аскаровичем не была знакома, но поскольку училась в институте иностранных языков, ну тогда это был факультет иностранных языков, которым много лет руководила его сестра, Мэмми Оскаровна Сивандер, поэтому я знаю историю семьи. По воспоминаниям людей, которые с ними работали, могу сказать, что уникальный был человек. Человек, который смог создать очень сплоченный дружный коллектив, который мог найти подход каждому ребенку, каждому педагогу. Человек, который очень много работал. Он постоянно работал, он постоянно был занят. И при этом был очень и требовательным, но одновременно справедливым директором. С 2008 года 17-я гимназия носит его имя. За отличную работу Павел Аскарович удостоен государственных наград. Медалью за доблестный труд, орденом Трудового Красного Знамени, орденом Октябрьской Революции, орденом Дружбы России. Ему было присвоено звание «Заслуженный учитель», а за заслуги перед городом был избран почетным гражданином Петрозаводска. Следователи Карелии раскрыли преступления 25-летней давности, а в популярных марках пельменей обнаружили опасные бактерии. Об этом мы не только расскажем в рубрике «Коротко». Следователи Карелии раскрыли преступления 25-летней давности. Они задержали жителя Курска, который в августе 1998 года совершил убийство водителя грузовой машины с целью завладения его автомобилем. Тело водителя обнаружили в песчаном карьере, злоумышленника признали виновным. Уроженка Карелии и кандидат в мастера спорта России Серафима Макарова вышла в финал 20-го международного турнира по боксу имени Виктора Ливенцева. Следующий ее бой состоится сегодня в Минске. Десятилетний шахматист Матвей из Петрозаводска проявит свои интеллектуальные способности на проекте «Умнее всех». В шоу дети зарабатывают баллы, которые конвертируются в реальные деньги. Депутаты Госдумы предложили ввести скидку в размере 50% при оплате штрафа за неправильную парковку. Законопроект отправлен на согласование в правительство. Кишечную палочку сальмонеллы и листерии нашли в 20 популярных марках пельменей. Кроме опасных бактерий, специалисты Роскачества обнаружили в продукте сою и перемолотые кости. Изготовители пельменей проинформированы о нарушениях. Сила духа и сила слова, православие и культура, вечные ценности и их неразрывная связь. Сегодня в столице Карелии стартовал региональный этап 22-х рождественских образовательных чтений. О том, что без прошлого нет будущего, говорили сегодня на открытии мероприятия в Национальной библиотеке Республики. Накануне светлых и радостных событий, Нового года и Рождества, по доброй традиции, священнослужители и миряне, власть и общественность собрались вместе, чтобы говорить о самом важном. Сегодня это вопросы православной культуры и ее роль в отечественной истории и современности. Мы всегда подчеркиваем, что наша отечественная культура неразрывно связана с православием, потому что она формировалась в духе православия, на основах православия. И это сегодня главное. Наши рождественские чтения являются манифестацией, демонстрацией того, чтобы не пребывать в уныне. И мы даже посвящаем наше рождественское чтение таким вечным темам, как наше духовное, культурное достояние, литература. Потом в будущем будет и наука. Русская литература, о которой сегодня шла речь, более тысячи лет. В изобилии она представлена сегодня в Национальной библиотеке Карелии, где и открылась православная конференция. Участники рождественских чтений обсудили влияние религии на русскую литературу, роль православия и культуры в процессе формирования духовно-нравственных ориентиров подрастающего поколения. Поговорили о сотрудничестве Союза писателей России и Русской Православной Церкви. Затем на разных площадках города началась работа секций, посвященных вопросам духовно-просветительской деятельности и гражданско-патриотического воспитания, христианских традиций в русской литературе и работе с молодежью. Анастасия Мячина, Варвара Ермоленко, Служба новостей. Элисандр Шандалович провел прием граждан в Медвежегорске. Председатель Законодательного собрания Карелия Элисандр Шандалович в ходе рабочей поездки в Медвежегорск 22 ноября провел прием граждан вместе с главой районной администрации Максимом Антиповым. Жители, пришедшие на личный прием в Медвежегорске, обратились по поводу капитального ремонта многоквартирных домов, улучшения жилищных условий, социальной поддержки. В частности, пенсионерку из деревни Чолму, же ветерана труда Карелии Людмилу Степановну, которая живет в доме с печным отоплением, волновал вопрос компенсации за дрова. Как пояснил Элисандр Шандалович, по республиканскому закону льготные категории граждан, в том числе ветераны труда Карелии, имеют право получить денежную компенсацию за дрова и услуги по их доставке в размере 50% расходов в пределах социальной нормы жилья. Документы нужно предоставить в отделении Центра социальной работы или МФЦ. Компенсация перечисляется в течение 30 дней после подачи заявления и в частности подтверждающих документов о расходах на дрова и за их доставку, пояснил парламентарий. Все поступившие от граждан вопросы и предложения председатель законодательного собрания Карелии взял в работу. В Петрозаводске реализуется проект «Трудимся вместе» – победитель конкурса президентских грантов. Организаторы программы помогают получить первые профессиональные навыки детям с особенностями здоровья и тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Какие изделия ребята учатся делать своими руками и как это поможет им в будущем? С подростками и их наставниками пообщалась Юлия Бараева. Шум швейных машинок, первые ровные стишки и главное – немного терпения. Так постигают азы, кроки и шитья участники проекта «Трудимся вместе», который стартовал в этом году. Сейчас подростки учатся делать шоперы, эко-сумки. Помогает детям Наталья Васильева. По первому образованию – портной закройщик верхней женской одежды. Пока пробуем, чтобы это просто девчонкам нравилось. Нравилось работать за швейной машинкой. Кто-то вообще первый раз на самом деле сидит за машинкой. Главная цель проекта – «Трудимся вместе» – помочь участникам обрести первый трудовой навык, чтобы будущим особенным детям и подросткам, которые попали в трудную жизненную ситуацию, было легче устроиться на работу. Хотя сами девчонки признаются – это те умения, которые пригодятся и в повседневной жизни. «Научусь шить. Буду зашивать что-нибудь. Не знаю. А то всегда вещи просто выбрасываю, а так, может быть, зашивать просто. Научусь. Тем более сделаю, может, научусь шить что-нибудь масштабное. Не знаю, кофту себе сошью или... Как думаешь, чем тебе занятия такие полезны будут? Ну, наверное, в будущем. Если я выберу такую профессию, то тогда вообще супер будет». Всего в рамках проекта «Трудимся вместе» открыли шесть мини-мастерских. Кроме швейного дела, подростки пробуют себя в типографии, клининге и садоводстве. И даже создают мебель. К примеру, шкаф швейной мастерской тоже сделали сами. А в одной из мастерских дети учатся готовить. Раньше они осваивали блюда домашней кухни, сейчас ресторанной. Мастер-классы для них проводит профессиональный шеф-повар из петрозаводского ресторана. На одном из последних занятий учились делать хачапури. Вдохновляются организаторы, в том числе, опытом других регионов. Недавно ездили на стажировку в инклюзивные мастерские из Санкт-Петербурга «Простые вещи». Там взрослые с ментальными нарушениями вместе с профессиональными наставниками и волонтерами занимаются творчеством и трудятся в мастерских. «Молодые люди действительно работают, многое умеют. И нам все поделились опытом, когда молодой человек, пройдя определенный путь в кафе, в инклюзивном кафе, теперь работает в сети кофеин «Бориста». В очередной раз убеждаемся, что наши дети вполне могут работать и чувствовать себя достойно, приносить пользу обществу. И для них это очень важно в жизни». После того, как шоперы готовы, с помощью специального принтера на них наносят логотипы и печать. Эко-сумки девочки делают не только для себя. Они уже получили свой первый заказ. 20 сумок для общественной организации. А позже участницы мастерской усложняют задачу и попробуют шить мягкие игрушки. Юлия Браева, Алексей Локтев, Служба новостей. Карельские силовики задержали трех подозреваемых в похищении своего делового партнера по бизнесу. По данным следствия, в ночь на 12 ноября в поселке Янишполе Кондопожского района трое злоумышленников напали на своего бывшего партнера по бизнесу. Угрожая пистолетом, мужчину затолкали в автомобиль «Рэнджи Ровер» и увезли в офис в Петрозаводске. Там мужчина подвергся истязаниям. Всю ночь его пытали раскаленным металлом. А на следующий день он был перевезен в квартиру, откуда сумел сбежать. Карельские силовики задержали фигурантов на территории одного из предприятий карельской столицы. И это были все новости на сегодня. Всего вам доброго и до встречи в эфире.